Всем привет, танкисты и танкисточки! С вами Ежаня. Отличнейшего вам настроения и удачных вам боев! Сегодня мы наконец-то посмотрим на новый 10 уровень, тяжелый танк Риночеронте. Он вызвал немалый интерес у многих игроков, и мы вместе с вами разберемся, действительно ли танк стоит прокачать, или он просто будет пылиться у вас в ангаре. Разбор брони и характеристик, конечно же, тоже будет. Берем человек печеньки и поехали! Не забываем поставить лайк и подписаться на канал, будет еще много интересного, стараюсь максимально полезные и интересные видосики делать для вас, ребят. Когда я делал видео про эту ветку с открытого теста, оказывается, я неправильно произносил название нашего нового толпа. Но ребята в комментариях подсказали, что правильно все же произносится Риночеронте, а не Риноцеронте, как я говорил. Но, извините, в итальянском я не силен, поэтому теперь буду исправляться. В переводе с итальянского Риночеронте означает носорог. Думаю, когда вы представляете себе грозного носорога, то это всегда толстокожий, мощный, сильный зверь, который сметает все на своем пути. Получился ли таким наш новый итальянский танк? Ну, давайте разбираться. Начнем с того, что главной фишкой Риночеронте является барабан за зарядки. Как и у предыдущих танков, в ветке в барабане два снаряда, и заряжаются они последовательно. Вам не нужно ждать, пока зарядится весь барабан, как у французских танков, например. Конечно, лучше подождать, пока оба снаряда будут заряжены, но ситуации в бою бывают разные, так что ждать ли полной зарядки барабана или нет, это уже решать вам. Урон за выстрел 420 единиц. Это не сильно много, но если закинуть во врага оба снаряда, то потенциально это уже 840. Вроде и больно, но, как я уже говорил, тот же Йох, например, закидывает два снаряда по 450, к примеру. Думаю, если бы Риночеронте дали Альфу побольше, то танк был бы интереснее. Напишите в комментариях, что думаете про Альфу Рину, да и вообще про танк в целом. Интересно ваше мнение. Что касается комфорта стрельбы, то тут я, честно говоря, покайфовал. Сведение очень быстрое и не доставляет абсолютно никаких проблем. Точность тоже на высоте, и вы сможете попадать на дальние дистанции очень неплохо. Да, бывает, конечно, что снаряды ложатся не совсем в центр круга, но, думаю, что немногие натяжи будут снайперить через всю карту из кустов. Так что, в целом, по точности пушка мне понравилась. А еще Риночеронты дали хорошую стабилизацию, и прицел почти не расходится, если вы подвигались или повернули башню. Это огромный плюс, и можно иногда высунуться, дать быстро шот без сведения и закатиться обратно, как на среднем танке, например. Как видите, настрелять хороший урон на этом танке можно. В хороших руках он заиграет очень даже неплохо, но, честно говоря, для новичков я танк этот бы точно не посоветовал. Да, у него интересный барабан, но у него есть определенные минусы, о которых мы поговорим далее. У Риночеронты есть в комфорте орудия фишка, которая мне реально не понравилась. Это углы наводки. Пушка гнется вниз на минус 7 градусов, и это, прямо скажем, плоховато. В рельефной местности танк чувствует себя, ну, честно говоря, как будто бы лишним. И играются не всегда. Вам часто придется выискивать какие-то позиции для удобного настрела. Этот параметр меня действительно удивил, ведь на предыдущих танках ветки УВН были больше. Почему Рино не дали хотя бы минус 9 градусов, для меня до сих пор остается загадкой. Если говорить про урон в минуту, то в целом для барабанщика он неплохой. Максимальный ДПМ достигается, если раз за разом отстреливать первый снаряд в барабане, который заряжается 9,5 секунд. Тогда вы будете набивать урон с максимальной эффективностью. Если же играть как на обычном барабане и ждать до зарядки обоих снарядов, то ДПМ будет меньше. Но все равно советую все же иногда подождать, ведь быстро отстрелять во врага два снаряда будет гораздо больнее для врага. А снаряды, кстати, отстреливаются в принципе шустро. Перезарядка между выстрелами в барабане всего 3,3 секунды, что для барабанщика с таким уроном вполне неплохо. У предыдущих танков ветки КД в барабане было дольше, что доставляло определенный дискомфорт. Здесь же этого нет. Ну и конечно же нужно вспомнить про пробитие. И вот здесь я немножечко был разочарован. Если на базовых бронебойных снарядах оно вполне обычное для тяжа 10 уровня, то на голдовых и кумулятивных пробитие, честно говоря, слабое. Кто-то может, конечно, сказать, что это легко решается в оборудовании, если поставить, например, калиброванные снаряды. И будет частично прав. Но после патча 11.0 вентиляция дает больший прирост экипажу, и я все же советую поставить, наверное, ее. Если вы ее не поставите, то потеряете хороший буст в характеристиках. На фугасах, кстати, повышенного пробития тоже нет. Они вполне обычные, можно возить с собой пару штук, чтобы зарядить кому-нибудь в корму или в картонный танк. А вот что меня приятно удивило, так это подвижность. У Риночеронты с ней все просто великолепно. Максимальная скорость 40 км в час, и в целом это вполне обычно для тяжа. Но набирает он ее очень быстро, благодаря хорошей удельной мощности и проходимости по разным типам грунтов. Скорость поворота на месте тоже отличная. Короче, перемещаться на танке, в принципе, одно удовольствие. По сравнению с другими тяжами, он в этом плане очень хорош. А если еще и форсаж с собой возить, то будет еще лучше. Рино вполне может ездить вместе со средними танками и поддерживать быстрые атаки. В общем, подвижность Риночеронты мне очень понравилась. Ну и самое главное для тяжа, это, конечно, живучесть. И с этим, к сожалению, у Риночеронты не все гладко. Начнем с того, что ему дали маловато очков прочности, и ХП часто придется экономить. И подставляться лишний раз я вам точно не посоветую. Вес у танка тоже небольшой. Всего 45 тонн. Так что таранить никого точно не получится. А вот броня, к сожалению, больше, наверное, разочаровала. Честно говоря, в этом плане я ожидал от знаменитого Рина гораздо большего. Мы, конечно же, еще раз берем броню в тренировочной комнате, но предварительно точно могу сказать, что корпус часто пробивают, и в ЛД держат удар далеко не всегда. Да и башня тоже не монолит. Если бронебойные снаряды она часто танкует, то голдовые, честно говоря, далеко не всегда. И это явный просто минус. По броне прицеле танков 10 уровня Риночеронты выглядит вот так. Смотрите, башня в целом отлично танкует бронебойные снаряды, как я и говорил. Но в ЛД, как видите, центральная часть, она, ну, практически полностью серая, и пробивается абсолютно без всяких проблем с обычным пробитием на бронебойных 10 уровня примерно 250 миллиметров. И обратите внимание, что боковушки в ЛД светятся красноватыми, но сказать, что они всегда танкуют, то, наверное, нет. Изредка в них все же залетает, так что, в целом, на броню в ЛД я бы, ну, точно не надеялся прям сильно. Но и обратите внимание на вот эти приборы наблюдения. Давайте попробуем пострелять по ним и посмотрим, что будет. Смотрите, если я в них попадаю, то, в принципе, происходит непробитие. Они вроде бы светятся серым, но сказать, что они пробиваются, точно нет. Как видите, пробитие не происходит, только критуются приборы наблюдения при попадании в них. Давайте еще попробуем пострелять вот сюда. Здесь тоже есть какие-то приборы наблюдения, такие. В целом, они вроде бы как светятся серым, но сказать, что они пробиваются, то тоже нет. Как будто бы какая-то фейковая зона. Видите, происходит непробитие, когда я в них попадаю. Так что, в целом, если не заряжать голду, то башня танкует очень неплохо. И многие говорили, что приборы наблюдения пробиваются, но на самом деле это не так. Но в ЛД все равно нужно прятать. Получить в него пробитие абсолютно не составляет никакого труда. Так что, я бы сказал, что играть нужно строго от башни. Если довернуть к врагу немножечко ромбом, то, в принципе, бортом еще можно что-то потанковать. И здесь есть такой бортовой экран, который изредка есть снаряды без урона. Но сказать, что вы часто сможете это делать, то, наверное, нет. Если сильно довернуть к врагу, то уже будут пробивать. Это очень важный момент, так что от борта вы сильно много не дотанкуете. Как видите, уже пробивает. И обратите внимание, что если вы доворачиваете бортом, то ВЛД становится еще уязвимой из-за своей закругленной формы. Так что танкование от борта на Риночеронте, ну это, честно говоря, вообще лишнее. Ну и если тяжи заряжают голду, то обратите внимание, насколько сероватой уже становится башня. Танкует она, честно говоря, очень плоховато. С пробитием 330 вас уже часто будут в нее пробивать. О, еще и боеукладка улетела. Смотрите, просто в башню пробил, и боеукладка улетела реально в небеса. В общем, как видите, удар от голды Риночеронте абсолютно не держит. ВЛД полностью серый. Вообще никаких вариантов нет, где-то что-то танкануть, какие-то маленькие серые зоны. Но это пробитие 330. Если уже и ПТ-шки зарядят голду, то полностью, наверное, будет серый, кроме маски орудия. Так что в целом от голды танк точно удар не держит. Вообще даже никаких вариантов практически нет. Обратите внимание, что если подъехать поближе, то в ВЛД становится еще серее. При хороших УВНах ВЛД практически полностью серый. Так что в клинче танк никаких ударов точно не выдержит. Поэтому, ну, в клинче на Риночеронте точно лезть нельзя. Ребят, в общем, вот такой вот у нас в игре Риночеронте теперь. Ну, честно говоря, я бы сказал, что танку чего-то не хватает. Вот он какой-то вроде бы и неплохой, вроде и много плюсов. Но у него немножечко не хватает брони. Вот ему либо брони добавить, либо УВНов немножечко добавить. Или третий снаряд в барабан добавить. Короче, вот что-то, чего-то ему не хватает. Вот действительно не хватает. И я бы сказал, что танк чуть-чуточку можно было бы и апнуть. Но я думаю, что кто-то точно скажет, что имба и апать его не надо. Наоборот, нерфит, например. Мнения игроков по этому танку очень сильно разделяются. И вы напишите обязательно в комментариях свое про этот танк. На все предыдущие танки-ветки я уже делал обзорчики. Найдете их по ссылке в описании. Там есть на что посмотреть, обязательно загляните и туда. Ну а с вами был Ежаня. Великолепного, супер, отличнейшего настроения. Удачных вам боев. Ставим лайки, подписываемся на канал, если еще этого не сделали. Ну и спасибо, что смотрели. Всем пока, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok